Извивая индустриальный парк, свой тип Гринфилд, мы столкнулись с такими вопросами, которые, как Татьяна правильно сказала, в прошлом году мы не смогли однозначные ответы получить на те вопросы, которые возникли в пути. Все вопросы связаны с оформлением землеустроительных, разрешительных документов для инвесторов и для управляющих компаний. Значит, парк имеет вот такую конфигурацию, как вы видите, клеточки – это участки, размежеванные проектом планировки, проектом межевания для резидентов конкретно. И в чем вопрос? Самый первый вопрос, с чем мы столкнулись, что, проходя проект планировки, проект межевания, публичные слушания при подготовке, муниципалитет требовал, чтобы на каждом участке, на каждом вот этой квадратике, прямоугольнике, были указаны конкретные виды разрешенного использования земельного участка. Мы, в общем-то, были не совсем согласны с мнением муниципалитетов с тем, что, во-первых, градостроительный кодекс позволяет не указывать конкретный вид разрешенного использования, кроме исключительных случаев, которые тут же в градостроительном кодексе указаны. Еще мешает указание видов разрешенного использования на каждом земельном участке, мешает инвестору, который приходит на территорию инвестиционного парка, выбрать участок, который бы подошел ему по всем параметрам, а там раз и стоит вид разрешенного использования, который ему не подходит. То есть, конфликт интересов сразу же происходит, да? Чем обуславливал свой отказ указание места конкретного вида разрешенного использования террозону КП, коммерции и производства район и сельский совет, наш родной, они, значит, руководствовались тем, что мы не сможем контролировать, что там будет строить инвестор. Допустим, если у нас четвертый-пятый класс опасности предприятий здесь позволены, позволены строить и размещаться, а вдруг придут и третий класс опасности построят. На что мы, значит, поняли тем, что вы выдаёте разрешение на строительство, вот, и вы смотрите на значение производственного помещения, которое будет размещаться на этом земельном участке. А муниципалитет в любом случае с нашим мнением не согласился, и мы отправили множество запросов в наши курирующие и контролирующие органы министерства, откуда получили ответы, подтверждающие нашу позицию, правомерность нашей позиции. В любом случае мы тормозим, мы не избиваем свой инвесториальный парк так, как нам хотелось бы, с какими темпами. Продолжение следует...